так итак доброе утро дорогие телезрители да во всем мире каждый раз присутствует 40 человек со всего мира прямом эфире да мы будем скоро так всем привет итак мы продолжаем изучать 12 главу 12 главу уже мишли то есть мы уже перешли больше чем треть прошли всего 31 глава 12 глава это уже больше чем треть очень быстро собираются у нас все наши любители торы мудрости божественной и мы сейчас начинаем учить 12 главу все у нас есть и викторка мясоруб есть и авраам и строй колотов который здесь учился у нас решили как раз все будет о всем итак 12 глава мы сейчас 4 отрывок начинаем 4 отрывка очень интересно что дальше после того как мы разобрались что цадик он укреплен корнями своими в духовном мире у него очень много корней до каждая митва каждая заповедь которую он пределает это как она такой и он цепляется за духовный мир и питается из духовного мира цадик да теперь дальше переходит царь шлома мылах мудрейший из людей он переходит в один очень сложный аспект вообще человеческой жизни это взаимоотношения с женщинами значит четвертый отрывок звучит так решит хайл атерет балла он говорит жена доблестная она корона для мужа и и дальше потом будем понимать значит у к ракав от смотов мы виша и как гниение в его костях то которая его позорит дословно значит шлома мылах у него было у него было сколько же он 700 джон то есть он женился очевидно только на доблестных женщинам и поэтому у него было много корон но в конце он сказал в эклизиасте говорит мужчину одного из тысячи нашел я женщину ни одной из тех не нашел я прям конкретно он так и сказал то есть у него он искал 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 и ни одной не нашел теперь интересно я как раз вчера тоже мы женой разбирались в в этой теме очень ну вот взаимоотношениях по торе как правильно по торе строить отношения и значит посмотрели как бы решить книга бы решить как тора начинается когда бог создал женщину он назвал ее эзер кинэгдо помощник против него то есть для мужчины женщина со 1 суть помощник 2 суть против него потом интересно дальше идет история как она его 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 дала ему это дерево дерево познания плода дерево познания добра и зла который нельзя было есть бог запретил он поел а потом когда бог говорит как же ты мог он говорит так это женщина которую ты мне дал она мне дала этот плод ты же не дал как помощник я говорит вообще дерево не ел это она мне дала и бог значит разобравшись во всей ситуации он женщине дал 9 проклятий а мужчине только одно мужчине он дал что в поте лица будешь есть свой хлеб взят а пока тухать леком то есть будешь ты трудиться тебе будет тяжесть зарабатывать себе пропитание то есть мужчины живут в этом мире и все время сейчас полегче стало более но опять же как полегче говорят что забота о пропитании это как каждый раз переход красного моря как переход моря когда выходили из египта то есть сзади вроде спереди непонятно страх конкуренты тут одна стена то другая стена может она все упасть то есть только божьей милостью именно пропитание да это дается парноса очень это как война до конкуренция война значит это потому что бог дал это проклятие женщине он дал 9 проклятий и там одно из них это я же не как раз показываю написано вы ум шаль бах и он в ней на дне будет властвовать написано то есть мужчина у женщины будет к нему стремление очень сильное к мужчине причем такое стремление но противоестественно потому что нет такого раба который бы стремился найти себе господина который бы над ним властвовал а у женщины есть стремление иррациональная к родам там написано в муках будешь рожать значит ну там район будет у тебя тяжелая беременность 9 месяцев ходить с вот этим животом токсикоз это все вот как раз последствия ее поступка где она совратила мужчину тогда и сказала ему чтобы он поел от этого дерева нарушил приказ бога так написано интересно там было написано ромбан объясняет что все идет в этом мире мера за то есть она его заставила чтобы он поел он не хотел есть за это он будет над ней властвовать она стремилась к удовольствиям к этому дереву это уже ромбан не писал это уже я как бы додумываю а значит у нее будет в муках рожать и так далее то есть она хотела больше удовольствия значит здесь нам шлома молок рассказывает рассказывает и объясняет следующий закон он говорит так жена доблестная она как корона для мужа значит что такое корона корона это одежда внешняя часть которая внешнее проявление человека то есть жена она с мужем это мы видим из второй части этого из второй части этого отрывка муж женой это как одно целое то есть они соединяются станут одной плотью написано да теперь доблестная жена она как корона то есть она украшает мужчину это для него совершенно дикая помощь которая она мы виша позорище его она как мнение его костей но надо разобраться в чем что такое доблестно что такое мы виша значит в конце в конце притчи в 31 главе если мы дойдем с божьей помощью значит отлично если нет вы можете найти сами начиная с 10 отрывка 31 главы идет объяснение кто такая доблестная жена царь соломон он там начинает 10 отрывок так он говорит эшет хайль как раз эти слова эшет хайль доблестную жену мимца тот-то ее найдет в арахок не мнение михра и больше чем жемчуга жемчужины и и цена то есть ее найти тяжелее чем жемчужины жемчужины они надо нырять там раковина внутри ну то есть это реально тяжело было но ее цена больше чем у этих жемчужин батах баллы в балла и в ней уверенно сердце мужа то есть он не в ней не сомневается вышала лоик сар и шалаль это добыча не будет тогда недостатка то есть там идет объяснение прямо в 20-30 параметров кто такая доблестная жена то есть это нелегко получить этот статус но тем не менее если такую найти то это конечно самое большое счастье в жизни для мужчины а а кто такая раков мы виша кто такая позорище по простому здесь комментарий комментаторы объясняют что это ленивая ленивая значит понятно да то есть она ленивая жена это она позорит своего мужа и она ему не помогает и в общем им обоим плохо понятно да двигаемся дальше двигаемся дальше 5 отрывок макшивот садитим мишпад такбулот решаим мирма значит здесь опять мы если бы мы не знали малбим нам не объяснил до этого разницу между макшивот мысли макшивот это мысли цадиков мишпад этапа по правосудию идут а такбулот уловки злодеев обман тут опять мы вспоминаем что на малбим объяснял насчет того что такое макшивот макшивот это мысли как написано много мыслей работа макшивот были виш много мыслей в сердце человека в мышлении в отца совет бога он он будет он нам у уякум он установится да у человека много мыслей потом эти мысли превращаются в ица ица это совет то что он принимает к решению это уже как бы конечная точка теперь такбулот это набор вот этих ицот набор решений которые человек просчитывает и связывает в одну цепочку пытаясь предсказать что будет делать его там соперник войне например да враг войне или другой человек как ему ответит это называется уловки такбулот когда ты принимаешь решение как ты будешь действовать там там или там теперь макшивот это пока просто размышления теперь говорит нам шло мамыла царь соломон он говорит так что даже размышления от садика они все идут по правосудию у него нет ни одного ни одного как бы предположения что он может поступить неправильно то есть он выбирает из вариантов вариантов мысли все у него или добро или очень добро или по суду или сверх суда но то есть он все время работает в поле поле как бы поле добра и разрешенных мыслей и поэтому поэтому у него даже здесь у него будет удача потому что он полагается на бога ему не нужно придумывать никаких такбулот он не думает двухходовыми трехходовыми комбинациями он думает по простому я сделаю бог поможет и все ему не нужны никакие уловки а он как подумает а он как на это отреагирует он не играет шахматы он вообще садик не играет шахматы он знает что миром управляет бог для него самое главное это идти по по законам бога как будет так будет он не боится неудачи у него нету неудачи у него нету у него нету никаких там у него все удачи то есть я делаю как бог хочет и все что я делаю без брата шем с божьей помощью да если бог там у меня есть какой-то план а бог идет не по плану да то есть я делаю не в план значит бог хочет для меня еще лучше чем я думал отлично значит дело следующий шаг следующий шаг следующий шаг и цадик он очень активно действует и у него поэтому бах его прет то есть у меня и много раз встречался вот рады из козильберг захорону цадик ли врага вот он именно праведник упомянутых добру он все время действовал он вообще не как бы у него не было такого что он сидел без дела все то есть он успевал сделать много действий не получилось еще действия еще действия еще действия а получилось да хорошо значит теперь так было решаем мирма а уловки злодеев они все равно обман почему злодей он пытается понятное дело что бог ему не должен помогать и у злодея он злодея это тот кто идет против бога он думает а нету никакого бога ничем не помогать не будет я сам должен сейчас придумать вот я сейчас придумал и он высчитывает он комбинирует он там перекомбинирует и все значит он комбинировал комбинировал потом бах и все равно значит как преступники знаете как есть известная эта история когда преступники это рассказ еще о генри ну там есть у него рассказы про преступников и там есть такой известный рассказ как преступники они готовили ограбление называется боливар не может нести двоих и они готовили ограбление они так все круто ограбили банк, поезд, поезд они ограбили. И потом они едут, и у них, значит, все, деньги, все. И тут один берет пистолет, другому, значит, берет, говорит, ты же меня убьешь? Он говорит, да, говорит, извини, Боливар и такой, не может нести двоих. И убил его. Вот концовочка была всех их расчетов и так далее. Но походу, я не помню сейчас точно, но по-моему, в конце этого тоже убили, который, ну, Боливар не мог нести двоих, и его тоже убили. Значит, понятная идея. Лучше быть садиком, проще, понятнее. И не надо не думать, что будет завтра, будет послезавтра. Ты делай свое, Бог о тебе позаботится. Дальше. Шестой отрывок. Слова Деврейры Шаим Эраф Дам, Упи Шарим Яцелим. Разговоры злодеев, они, значит, Эраф Дам, это, значит, они, как бы, ну, стремятся к тому, чтобы пролить кровь. И род прямых людей, он их спасает. Значит, как это работает? О чем говорят злодеи? Злодеи, ну, чтобы стать злодеем, это, в принципе, не сложно. Да? То есть, есть три вещи, которые делают человека злодеем очень легко. И написано, кина, это зависть, таова, вожделение, и стремление к почету, человека выводят из этого мира. То есть, человек начинает, гаафтан, ну, тот, у кого гордость есть, он отрицает Бога. Он говорит, это я сделал. Какой Бог? Да, это все я сделал. Все. Он уже наполовину злодей. Теперь, таова, вожделение. Я это сделал, я хочу еще, и он все время, я хочу еще, а Бога же нету, правил нету. И он действует не по правилам. Это вожделение. Значит, кина, это зависть, то есть, он завидует другим людям, он ненавидит других людей. И есть другое еще, другое есть еще в этой спирте, вот отрывок, такое, как правило, что айнара, злой глаз, ецерара, злое начало, в осената бреет, и ненависть созданий, Мацим, это Адам Минаулам, тоже человека вытаскивают из этого мира. То есть, там, где есть ненависть, там, где есть злой глаз, там, где есть вот эти все вещи, то есть, это человек скоро, он исчезает из этого мира. Ну, и он исчезает из духовного мира однозначно. Теперь, слова злодеев проливают кровь. Есть такое выражение, что вот все вот эти вот сплетни, злоязычия, что такое сплетни? Это когда я рассказываю о гадости про другого человека, пересказывая то, что мне рассказали. Это сплетни. То есть, Если я разношу негативные слухи, это сплетник. Что такое злоязычие? Это когда я рассказываю про других людей, даже или прямо им в глаза. То, что их позорит, и то, что им неприятно, это злоязычие, даже если это правда. Если человек выдумывает что-то про другого, это другое преступление. Называется амоци шемра. Я, то есть, выдумываю ложь вообще. Это третье. То есть, когда человек передает слухи. И мне сказали, ты знаешь, мне только что Сережа рассказал про Сашу, что Саша-то жену бросил, что он алкоголик, наркоман и подлец. Зачем знать кому-то про Сашу, что мне рассказал про него Сережа? Сплетни, ну то есть, это просто, знаешь, создать такой негативный поток информации. Что такое злоязычие? Я сам знаю, что Сережа развелся. То есть, не то, что мне Саша рассказал. И я, значит, Сережа развелся. И я, значит, прихожу там к Давиду. И говорю, ты знаешь, Давид, Серега-то развелся. Прийти мне, жена его бросила-то. Он алкаш. Ну, наверное, потому что алкоголик. А как ты думаешь, почему? Ну, то есть, он же бухает. Какая разница? Чего тебе? Какая тебе разница? Он что, замуж за него собирается? Или жениться на нем? Или сестра он его? Ну, то есть, это все называется злоязычие. И Тора приравнивает злоязычие к проливанию крови. То есть, это все проливание крови. Если человека вот этими плохими словами ты доводишь до побледнел, покраснел, это как будто бы убил. Представляете? Теперь слова злодея, всех разговоров злодейских, пролитие крови. И когда ты попадаешь, вот почему я не люблю ходить по всем этим, ну, там, мероприятиям, где собираются люди. Они даже, может, и не злодеи. Ну, то есть, они просто нерелигиозные люди, которые, о чем они разговаривают все? Они или грязь друг на друга льют, да? Или грязь друг на друга льют, или хвастаются. Или врут. То есть, вообще. Ну, то есть, вот эти все разговоры. О чем разговаривать-то? Ну, непонятно, о чем. Теперь, и попадая в эту среду, ты сам подпадаешь под это влияние. И тоже подпадаешь, как соучастник преступления. Как начинаются псалмы царя Давида, они начинаются с... Чего они начинаются? Ашеры, аиша, шерло, ло, яшавбе, машавлицы, этих самых. Летим, да? То есть, счастье, человек, который не сидел в компании насмешников, на пути грешников не стоял и так далее. В компании насмешников сидеть, это сложность. Это преступление. Значит, вот вопрос был хороший, я в конце отвечу, да? Могу ли я человека увещевать? Можно человека увещевать? И нужно человека увещевать? То есть, лично человеку, если ты говоришь для его добра, ну, это нужно уметь делать, потому что ты можешь хотеть его спасти, в итоге ты нажил врага, он тебя ненавидит, подрался, поругался, и вот все как бы польза. Это нужно уметь это делать, очень мягко там, ну, очень это сложная тема. Теперь давайте, смотрите. Род прямых людей, он их спасет, да? Прямые люди, это у кого нет склонности, вообще нет склонности к козлу. И общаясь с прямыми, с такими людьми, он, ты спасаешься, спасаешь не только, то есть, прямые люди, они своими словами, они спасают себя и спасают людей вокруг тебя. То есть, когда ты общаешься с человеком, который, вот Раф Зильбер, опять же, Зихраноцедих Левраха, он вообще не говорил слова, которые не были слова Торы. То есть, он говорил только слова, которые были связаны со служением Богу, и все, он не говорил пустых слов. И любое его слово, оно спасало. То есть, ты слушаешь, что он кому-то сказал, как он кому-то сказал, где он кому-то сказал. Любой его разговор, любое его выражение, это было слова Торы, и оно спасало и его, и оживляло других людей. Значит, сколько у нас уже сегодня идет? 18 минут. Значит, мы успеем еще тогда. Насчет вот этого Атахбулот, я расскажу тогда историю, насчет почему уловки злодеев, а не обман. И как отличаются слова прямых людей от слов непрямых людей. Значит, как-то был такой великимудрец Хафет Скаим. Он написал книгу, если кто хочет изучить конкретно книгу про Лошонара, она называется Хафет Скаим. Так он и назвал эту книгу, и этого человека его назвали по названию его книги. То есть у него было другое имя, Раби Исройль, там как-то его звали, Раби Исройль Акоин его звали. Но его весь еврейский мир знал по книге Хафет Скаим. Она есть на русском. Это вся книга посвящена закону злоязычия. Как не говорит злоязычие, что является злоязычием, как можно увещевать, как нельзя увещевать и так далее. Это полностью книга посвящена злоязычию. И я постараюсь, чтобы вот Яков Шатадин, давайте его попросим, Яков Шатадин и Влад Косов, который редактор портала ВАИКРА, чтобы они эту книжку нашли в интернете на русском языке и разместили ее на портале ВАИКРА, чтобы можно было ее найти и почитать. Так вот, Хафет Скаим, он говорил только, ну то есть он не говорил, что на работу это злоязычие. Понятное дело, раз он такую книжку написал. И рассказывает историю, что к нему пришел один еврей, такой обычный еврей, пришел к нему посоветоваться. Такой уже пожилой. И он говорит, вы знаете, я сейчас должен получать, говорит, паспорт, и у меня к вам такой вопрос. А принято советоваться с цадиками, потому что когда ты советуешься с цадиком по любому вопросу, он тебе может дать такой ракурс, который тебе в голову не приходил. То есть он совершенно же, он мыслит другими категориями, поэтому он цадик, он знает Тору. Я всем советую, если у вас есть в вашем округе какой-то русскоязычный раввин, который готов вас выслушать и дать вам какой-то совет, то очень советую попробовать поискать раввинов и найти того, с кем вы можете советоваться. Это вам откроет совершенно невероятные новые возможности в жизни, ну к продвижению, к пониманию и так далее. Это, кстати, обязательно вообще для религиозного человека нужно сделать себе равва, аселеха равв, то есть нужно поискать и найти человека, с которым ты советуешься и который тебе дает со стороны советы по Торе. Так вот, значит, это прям задание, домашнее задание, найдите раввинов в своем окружении и скажите, я хочу с вами советоваться по жизненным вопросам. Попробуйте посоветоваться по одному вопросу, если он с вами не захочет разговаривать, такое тоже бывает. Ну, что разные есть, люди подходят, не подходят, но вы поищите еще несколько, всегда есть вокруг много раввинов, и может быть вы найдете такого, который вам в жизни очень сильно поможет. Тоже есть анекдот, я сейчас, вот, значит, я расскажу сейчас про раввина, как один человек пришел советоваться к раввину, и он, значит, ему, он с ним советовался и советовался и советовался, и раввин ему дал совет, он опять пришел, опять советовался, опять советовался, опять советовался, и опять он раввин ему давал советы, а он к нему опять приходил советоваться, ничего не делая из того, что раввин советовал ему. И тогда раввин ему говорит, вы знаете, говорит, у меня к вам есть еще один совет. Тот говорит, какой? Он говорит, примите, говорит, или мусульманство, или христианство. А тот ему говорит, почему? Он говорит, потому что, говорит, выходите тогда, советуйтесь или к священнику, или к муле, и мозги компостируйте. Но это такой анекдот, да, что бывает, что человек советуется, но он ничего делать не хочет, и раввин тоже имеет право ему не советовать. Теперь, а вот история про Хафецхайма, что к нему пришел один еврей, такой уже пожилой, и говорит, вы знаете, я хочу с вами посоветоваться. Мне сейчас нужно получать паспорт, и мне нужно сказать, какого года я рождения. И я вот хочу вас спросить, мне какого года сказать, 1832 или 1834 года рождения? Хафецхайм ему говорит, а вы какого, ну на самом-то деле, когда вы родились-то? Он говорит, 1833. Он говорит, так скажите, 33. Он говорит, вообще какая дениальность, мне такое в голову не пришло, да, что можно сказать именно, как есть, да, вот по-прямому, как есть. В этом разница цадика. Цадик он делает по-прямому, как есть, и не парится. Хорошо, дорогие друзья, значит, давайте будем цадиками, изучим, чтобы не говорить лошонара. Вот уже книжку вам, Ребейтан бросил вам книжку, ссылочку, да. И давайте изучать книжку «Смысл, закон, достойная речи, ежедневный урок». Это шикарная книга, спасибо, Леве Йофе, спасибо огромное. О, привет, да, это он из Сталдадии Жерун как раз. И, дорогие друзья, все, значит, давайте сделаем выводы. Выводы, какие можно из этого сделать. Первое, эшетхааль миемца, кто найдет доблестную жену, то есть это как корона на голове. То есть если вы женщина, то вы должны стать доблестной женой. Если вы мужчина, то вы должны найти доблестную жену. Если у вас уже есть жена, то нужно постараться ее сделать доблестной с помощью изучения Торы. И начать можно с «Смысл, закон, достойная речи, ежедневный урок», потому что речь – это главное. Речь – это выражение мыслей. И для того, чтобы исправить речь, нужно исправить мысли. Кто удостоится этого, это, ну, это все, это самое главное. Второе, что мысли цадиков межпад, то есть цадик – это человек, который во всем руководствуется Торой и преодолевает свое злое начало. И его все мысли, его все решения Бог будет давать ему благословение, силу и так далее. И не теряешь время на такбулоту. То есть вот эти все уловки – это все пустая трата времени. Лучше положись на Бога, сделай и посмотри, получилось – отлично. Не получилось – помолись, сделай еще раз. Как говорится, бывает, что мы учили пару недель назад, как Белям, да, то есть он был злодей, но он сильно хотел и просил у Бога, что я хочу идти по этому пути. И Бог ему говорит, ладно, иди, но будешь все равно делать то, что я тебе скажу. Но он хотя бы просил у Бога каждый свой шаг. То есть в этом меня всегда удивляло, что, ну, Белям он был злодей, но тем не менее он обо всем просил Бога. Молился, приносил жертвы, перед сном просил и так далее. У него были плохие побуждения. Но то, что он именно был на контакте с Богом, этому мы можем у него поучиться. Хорошо, дорогие друзья, все, до завтра, с Божьей помощью, завтра в 10 продолжаем учиться. И сделайте своих три вывода, поделитесь как можно с большим количеством людей своими выводами, пролистайте свои вчерашние выводы и повторите. То есть мы должны формировать свое мышление по Торе. И когда ты учишь Тору, делаешь выводы, учишь Тору, делаешь выводы, повторяешь эти выводы, то у тебя эти выводы, они программируются в мышление, и потом ты становишься цадиком. То есть твои мысли, твои решения, они начинают идти по Торе, а Бог любит садиков и даст всем нам благословения во всех хороших делах. Все, до завтра. Пока, хорошего дня.